Что такое? Ты всех поддерживаешь, да? Ты всех любишь, ты со всеми, да? Что, Ричи, спасём я эту собачку? Как ты думаешь? Спасём, спасём. Ричи оптимист, как и я. Он уверен, что мы её спасём. У меня сегодня будет очень тяжёлый вечер. Мы будем сегодня делать 6-часовую операцию вот этому дружку. У него перелом задней лапы, передней лапы, перелом нижней челюсти. И я очень сильно надеюсь, что у нас получится его реабилитировать. Держите, пожалуйста, за нас свои кулачки. Мы сделали для этой милой мордочки всё возможное. Я обещал сделать с неё принцессу, но у меня, к сожалению, не совсем это получилось. Она и так принцесска. Хоть и не снаружи, но внутри. Так, я тебя просто хочу везти внутривенно. Не бойся, я тебя поводить не буду. Я тебе буду лекарства уводить внутривенно. Не бойся. Вот в этом-то, друзья, и самая большая сложность работы с животными. Они, к сожалению, не понимают, что мы их лечим. Какая к нам миленькая девочка попала вся в булахах. Сейчас ей будем вводить все эти препараты и пытаться её как-то стабилизировать. Это подкожно уколю. Вот так. Подкожно. Ещё один укольчик. Это мы тебя введём внутривенно. Да. Это мы тебя введём внутривенно. Этот укольчик тебе, девочка моя, нужно уколоть внутримышечно. Внутримышечно. Ты терпеливая, девочка? Вот так. Друзья, мы продолжаем лечить нашу маленькую принцессу от чумы плотоядных. Это очень опасная болезнь. И то, что нам удалось привести эту малышку у чувства, это просто чудо, потому что у щенков смертность достигает практически 100% случаев. Сейчас мы будем первый раз за 6 дней пробовать её кормить. Ещё чуть-чуть. Давай. Да, да, вот так. Молодец, умничка. Тебе вкусно? Нашка понемножку кушает. Моя зайка. Сейчас я вам хочу показать остальных наших пациентиков, которых вы тоже обязательно увидите здоровыми. Есть у нас, друзья, ещё такой дружочек. Его сбила машина. Это бездомная собачка. Сбила машина, и вот человек, который его переехал, он просто взял и скрылся с места преступления. У собачки кокеток был перелом нижней челюсти, перелом передней лапы и перелом задней лапы. Переднюю лапу мы уже сделали. Нижняя челюсть уже в него сама по себе срослась. А заднюю лапу мы будем делать в этот четверг. Просто ждём, пока приедут все необходимые инструменты для остеосинтеза. Дружочек, тебе совсем плохо, да? Ты уже так приуныл. Почему ты мне не даёшь тебя поставить на капельницу, а? Можно тебя погладить? Ну почему ты не даёшь мне себя поставить на капельницу? Ты хороший мальчик, ты ведь хороший мальчик. Ты не бойся, ты мне так. Хочешь, я сниму перчатку? Не бойся меня, не бойся меня. Мне тебя нужно на капельницу поставить. Чего ты? Ты не хочешь? Ты же хороший мальчик, да? Ты хороший мальчик. Причём тебе кусаться? Нам тебе нужно просто прокапать. Принцесса пришла поддержать вашего котика, Алла Петровна. Смотрите, как она с ним играется. О, как это мило. Смотрите, как принцесса поддерживает вашего котика. Смотрите, как она его любит, трётся о нём. Видите, как она его поддерживает? Ты наше солнышко, да? Ты нам помогаешь его лечить. Принцесска пришла поддержать котика. Это очень хороший и добрый котик. У него, к сожалению, есть проблемы с почками, у него есть, возможно, проблемы с сердцем и печенью. Мы ему делаем каждый день капельницы, делаем ему уколы, делаем ему симптоматическую терапию. И очень сильно надеюсь, что его удастся вылечить. Привет, дорогие друзья! Мы вам с принцесской хотим рассказать о том, как правильно глистогонить своих домашних питомцев. Если у вас щенок или котенок, тогда первую обработку от глистов нужно проводить с трехнедельного возраста. Потом глистогонные нужно давать ежемесячно до полугодовалого возраста. Если у вас уже взрослая собака или кошка, тогда глистогонные будет достаточно давать один раз в три месяца. Внизу я написал парочку очень хороших препаратов, которые можно использовать практически от всех видов гельминтов.